Ну что мои дорогие хозяюшки, вот мы и приготовили чудо-блюдо. Привет, вы на канале у Татьяны. Долго я думала, что бы сегодня приготовить вместе с вами. И вот решила приготовить очень вкусное блюдо из куриной грудки. Сделав 4 надреза, вы получаете универсальное вкусное сытное блюдо. Кстати, такое блюдо можно взять на пикник. Очень вкусно и очень необычно. А понадобится для этого блюда очень мало ингредиентов. Но соединив их, получаем что-то необычное. Давайте начнем. Две куриные грудки у меня уже подготовлены. Я их помыла, разморозила. Вес грудок вместе полкилограмма. Еще у меня есть такой сырок. Сыр плавленый. Одна пачечка. Понадобится еще болгарский перец. Посмотрите, у меня вот такой красивый оранжевый перец. Я его почистила, помыла и обсушила. И небольшое количество, у меня в данном случае 4 средних, даже можно сказать мелких помидоров. Со специй нам понадобится соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, а также смесь перцев. У меня и трав, кстати. Тут у меня тимьян, базилик, розмарин и паприка. Подсолнечное масло, 3 столовых ложки. И соевый соус, 1 столовая ложка. Берем филе, ставим его на разделочную доску. Берем острый нож и делаем надрезы до середины филе. 4 надреза с равным расстоянием. Надрезанное филе отправляем на плоскую тарелку. А сейчас займемся овощами. Болгарский перец разрезаем напополам и нарезаем его полукольцами. Нарезанный болгарский перец отправляем в миску. Что касается помидор, их нужно нарезать дольками. Вырезаем плодоножку. Дольки готовы. Теперь нам понадобится вот эта плотная часть. Для этого семена и мякоть убираем. Вот так. Чтобы семян и мякоти не было. Так проделываем со всеми помидорчиками. Берем плавленый сыр. Я его разрезала напополам. На плавленый сыр ставим помидорчик и небольшой кусок перчика. Все это вставляем в разрез. Теперь берем еще один кусочек плавленого сыра. Разрезаем его напополам. Складываем вдвое. Ставим перчик и помидорчик. Вставляем второй разрез. Так проделываем со всем куриным филе. Филе, фаршированное плавленым сыром и овощами, я перенесла на противень. Не забудьте обязательно противень выстелить или пергаментом, или фольгой. Осталось только посолить, поперчить, добавить травки и муравки и полить подсолнечным маслом и соевым соусом. Сейчас этим и займемся. Солим, перчим по вкусу. В это время у вас должна уже быть включена духовка. Она должна быть разогрета до 180 градусов по Цельсию. Поливаем подсолнечным маслом. Можно, кстати, использовать и оливковое масло. И сверху поливаем соевым соусом. Небольшим его количеством. А теперь осталось только отправить в духовку на 20-25 минут до румяной корочки. Ну что, мои дорогие хозяюшки, вот мы и приготовили чудо-блюдо. Буквально полчаса, и посмотрите, какая красивая гармошка получилась. Вкусно, сытно, аппетитно. И даже можно сказать диетически. Потому что это же куриная грудка без сала. И, конечно же, плавленый сырок и овощи. Так что кушайте сколько угодно. Не поправитесь. Я думаю, что мое видео оказалось для вас интересным, нужным и полезным. Понравилось мое блюдо? Ставим лайк, делимся с друзьями. И, конечно же, не забываем подписываться на мой канал. Тут же очень интересно. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...